Новости в прямом эфире. Кабинет министров обещает, что с новым бюджетом рост экономики в 2014 году позволит стабилизировать сособеспечение граждан и поднять размеры минимальных зарплат и пенсий. В свою очередь финансовые аналитики и оппозиционеры говорят о том, что проект бюджета базируется на нереалистичном прогнозе доходов. С такими планами Украину не спасет и кредит, полученный от России в конце 2013 года. Эти деньги позволили избежать обвала гривны и возможного дефолта, но вместе с увеличением социальных выплат это приведет к очередному ускорению роста импорта, что полностью нивелирует положительный эффект от снижения цены на газ. Не стоит забывать и о том, что обсуждаемый документ еще не принят. Впервые за много лет Украина вступила в новый год без утвержденного государственного бюджета. Изменится ли ситуация в ближайшее время, этот вопрос остается открытым. Напомним, еще в конце прошлого года Верховная Рада отложила вопрос утверждения бюджета на 16 января 2014 года. Вадим Шпаченко, Новая Одесса. Смертельная драма в Одессе. Один человек погиб, шестеро эвакуированы. Таков результат пожара в двухкомнатной квартире. Вадим Шпаченко раскроет детали происшествия. На 10 этаже 12-этажного дома, расположенного по адресу переулок Светлый, 11, проживали Плюшкины. 78-летний хозяин квартиры и его 53-летняя дочь чуть ли не до потолка завалили квартиру хламами рухлядью. Неприятный запах из загадочного логова расходился на весь подъезд. Год назад перегруженный мусором балкон рухнул на припаркованные во дворе машины. Тогда чудом никто не пострадал. Спустя год с лишним безответственное поведение нелюдимых одесситов привело к первым жертвам. Женщина, которая, по словам соседей, появлялась на улице полностью голой и бросалась на прохожих, в этом пожаре погибла. По предварительным данным, дочь хозяина сгоревшей квартиры сама стала виновницей своей смерти, закурив сигарету, лежа в постели. Ее отец отрицает свою причастность к пожару. Ну, он говорит, электросчета идет дым, замыкание было. Вы в какой квартире проживаете? В 77-й. Это где? Вон там. А здесь как оказались? А? Здесь как оказались? Ну, начался дымить, и я вышел и упал. Жители этого дома давно пытались обратить внимание всевозможных инстанций иностранных соседей. Однако все сводилось к одному. Захламленная квартира находится в частной собственности, а ее жители – полноправные украинцы. Какая судьба ожидает уцелевшего пенсионера, пока неизвестно. Вадим Шпаченко, Новая Одесса. Всего на Рождество в пожарах, которые произошли в регионе 6 и 7 января, погибли 7 жителей Одесской области. Семерых везунчиков удалось спасти. Во время праздников пожарные подразделения службы спасения выезжали по сигналу тревога 82 раза, ликвидировав 69 пожаров. Сын генерала-майора милиции чуть не убил пятилетнюю девочку. По словам очевидцев, Тойота синего цвета, который управлял сын Владимира Жураковского, генерал-майора милиции, выезжая с Королева на архитекторскую, врезалась в автомобиль СИАД. После чего Тойота покасательно и зацепила стоявший у пешеходного перекрестка кроссовер Митсубиси, где находился пятилетний ребенок. Когда водителя попытались извлечь из машины, он скрылся с места происшествия. При этом уезжающая иномарка протащила схватившегося за дверь водителя СИАД несколько метров. Напомним, несколько недель назад в дорожно-транспортное происшествие попал экс-глава Одесской областной государственной администрации Николай Сердюк. В результате BMW Сердюка стоимостью более 60 тысяч долларов и Volkswagen стоимостью 15 тысяч долларов оказались разбиты. Есть пострадавшие. В Одессе сожгли флаг Евросоюза. Об этом пишут горожане в социальных сетях. Вечером 7 января неизвестные, которые подъехали на автомобили на Приморский бульвар, подожгли синее знамя ЕС, а также угрожали одному из участников Одесского Евромайдана. Действо заняло не более двух минут. При этом сотрудники милиции, находившиеся поблизости, на произошедшее никак не отреагировали, отмечают очевидцы. В соцсетях это назвали провокацией и попыткой сорвать празднование Рождества активистами Одесского Евромайдана. Но ничто не смогло сорвать невероятный трюк Евгения Калинина. Одесский каскадер повторил успех голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Ему удалось сесть на шпагат, опираясь на крыши двух движущихся спортивных автомобилей. В оригинальной версии, которая снималась в качестве рекламы автомобиля известной марки, были задействованы грузовики. Тем не менее, проект Одесситова оказался не менее удачным и зрелищным. Этот ролик набрал уже сотни просмотров в интернете. Евгений Калинин, который много лет занимается акробатикой, отважился повторить семерно известный трюк актера Жанна Клода Ван Дамма. Сесть на шпагат, опираясь на крыши двух движущихся авто, оказалось непросто, но вполне осуществимо. Снимать начали только после нескольких тренировок. Клип сделали перед Новым годом, а съемки проходили в районе шестого километра Киевской трассы. За рулем автомобилей сидели опытные дрифтеры. Больше всего боялись, что от холода у каскадера сведет мышцы, но обошлось. Надо сказать, что оригинальный ролик с участием голливудской звезды от Одесского немного отличается. Ван Дамм садился на шпагат, опираясь на крыши двух грузовиков, которые при этом двигаются назад. За несколько месяцев это видео просмотрели 66 миллионов человек. Валерия Наумова, Новая Одесса. Зима в Украину все-таки придет. Правда, после Старого Нового года. Снег и понижение температуры до минус 10 градусов обещают уже к 13 января. Но в Одессе погода продолжит оставаться осенней. Настоящие крещенские морозы нагрянут к концу января. И уже с середины февраля стоит ожидать потепления и весенней погоды. Это означает, что Сема 2013-2014 выдастся по-настоящему европейской и теплой. Одесситы уже могут видеть приметы аномальной погоды. Расцвели деревья, в парках распустился жасмин, калина, жимолость и миндаль. Горожане уверены, из-за теплой погоды деревья перепутали времена года. Специалисты таким явлением не удивлены, но опасаются, что если температура воздуха снизится резко, это уничтожит будущий урожай фруктов. На поиски чудо-деревьев отправилась наш корреспондент Дарья Сидоровская. На склонах у берегов Черного моря расцвели несколько кустарников. Одесситы уверены, это сакура, японская слива. И принялись ее искать. Вот только как она выглядит, известно не всем. Нам удалось обнаружить цветущие фруктовые деревцы. Ну что-то похоже на нее. Ну будем верить, что это сакура. Спасибо. Нам не удалось определить, что за дерево цветет на склонах в парке Шевченко. Поэтому с образцами мы отправляемся к научным сотрудникам ботанического сада. Миндаль обыкновенный. Ну, видимо, да. Видимо, в силу того, что температуры очень такие характерные для конца марта, когда он обычно цветет, он зацвел. Для миндаля это, наверное, не так катастрофически. Потому что я не думаю, что деревья цветут пышно. Пышно, отдельные какие-то. Ну, конечно, вот эти вот цветы уже плодов не дадут в этом сезоне. Калина душистая, а также еще несколько кустарников сейчас цветут в ботаническом саду. Но для гостей из Юго-Восточной Азии цвести в это время года – это нормально. Как цвели на родине, так они цветут и здесь, потому что условия, в общем-то, где-то сходные. Вот поэтому это такое приятное для жителей нашего города явление, но абсолютно нормальное. Таким кустарникам, естественно, распускаться в это время года. Но из-за теплой для зимы погоды менее экзотические фруктовые деревья могут перепутать сезоны. Если такая погода сохранится, то могут расцвести абрикосы, сливы, вишни и сирень, что уничтожит будущий урожай. Дарья Сидоровская, Александр Шулятиков, Новая Одесса. Вы смотрели выпуск новостей. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-1010. Далее проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. Увидимся с вами в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших новостей и до встречи. В Харькове произошел пожар на ювелирной фабрике, корпус которой расположен на территории Хартрона в пятиэтажном производственном здании. В результате погибло 8 человек. Еще 8 были доставлены в больницу скорой помощи. Четыре человека, спасаясь от огня, выпрыгнули с четвертого этажа. Один из них скончался на месте, и еще один умер в больнице. Двое других сейчас находятся в стационаре, причем один в тяжелом состоянии. Его оперируют. Причина возгорания и размер материальных убытков устанавливается. Для проведения заседания комиссии по расследованию причин пожара на Хартроне в Харьков вылетел вице-премьер-министр, председатель госкомиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр Вилкул. Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию под названием «Выражение поддержки», которое не исключает применение санкций к виновным в проявлении агрессии и насилия над участниками мирных протестов в столице Украины и других ее городах. Как сообщил на своей официальной страничке в Твиттер посол США в Украине Джеффри Пайетт, американская сторона считает, что каждый гражданин Украины имеет право бороться за свое демократическое и независимое будущее. Первоначальная идея рассмотрения такой резолюции была предложена четырьмя сенаторами во главе с Кристофером Мерфи от Демократической партии. Позднее к данной инициативе присоединилось еще семь сенаторов. Ранее в Нижней Палате Конгресса также была зарегистрирована подобная резолюция от шести членов палаты во главе с Эллиотом Энджелом. Таким образом, если палата представителей поддержит резолюцию, Обама должен будет подписать ее или применить вето. Иракские ВВС уничтожили почти три десятка боевиков провинции Анвар на севере страны. В то же время штурм городов Фалуджа и Рамаде отложен. Иракские власти хотят дать возможность мирным жителям уйти из зоны боев. Сейчас эти населенные пункты почти полностью контролируют экстремисты с группировки «Исламское государство Ирака». Боевики проникли туда в конце прошлой недели. Беженцами зоны конфликта стали уже несколько тысяч семей. Первая партия сирийского химического оружия покинула порт Латакии. Под охраной морского конвоя, в состав которого входят китайские, датские, норвежские и российские корабли, опасный груз на датском судне доставят в Италию. Там отравляющие вещества переправят на американское судно, а затем на нем же и уничтожат. Химическое оружие должны были вывезти из Сирии еще до начала 2014 года. Но из-за боевых действий между правительственными войсками и боевиками сделать это в срок не удалось. Тем не менее, по словам специалистов, весь арсенал успеет ликвидировать к середине лета, как и было запланировано. Всего в стране находилось 1300 тонн химоружия. По меньшей мере, 9 человек погибли в Индии во время пожара, вспыхнувшего в трех вагонах пассажирского поезда, следовавшего из Мумбаи в Дахрадун. Инцидент произошел ночью, когда путешественники спали в своих купе. К счастью, большинству пассажиров удалось покинуть горящие вагоны. Что стало причиной возгорания, выясняют правоохранительные органы. В графстве Норфолк разбился американский военный вертолет «Хоук». По данным местной полиции, все погибшие – служащие американских ВВС. Машина потерпела катастрофу во время учебного полета. Полиция цепила место инцидента, опасаясь, что на борту могли быть взрывоопасные предметы. Однако, никакого оружия или взрывчатки обнаружено не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крупная партия наркотиков, кокаина, предположительно колумбийского происхождения, расфасованная в коробке с бананами, едва не оказалась на продуктовых прилавках, популярных в Германии сети магазинов эконом-класса. Сотрудники супермаркета, обнаружившие пакеты с порошком, сообщили в полицию. Изъятая партия – 140 килограмм – оказалась крупнейшей за последние 20 лет. Ее стоимость приблизительно оценивается в 6 миллионов евро. Суд над бывшим президентом Египта Мохаммедом Мурси вновь отложили. Теперь на 1 февраля. Процесс не состоялся из-за отсутствия главного подозреваемого. Ввиду плохих погодных условий, вертолет не смог доставить Мурси из тюрьмы, которая находится под Александрией в зал суда. Напомним, бывшего главу государства и 14 других деятелей мусульманского братства обвиняют в подстригательстве к убийству демонстрантов 5 декабря 2012 года во время массовых акций протеста. В какой-то момент на протестующих напали сторонники исламистов. В результате в тот день погибли 10 человек, еще около 700 пострадали. Полиции удалось освободить двух топ-менеджеров завода «Гудьер» во французском «Амьене», которые были захвачены в заложники рабочими в знак протеста против закрытия предприятия. Накануне профсоюза потребовали увеличить выходное пособие, администрация не соглашалась. И в итоге начальник отдела кадров и директор по производству на сутки попали в заложники. Силы правопорядка поставили профсоюзных лидеров перед выбором. Либо они отпускают заложников добровольно, либо отправляются в тюрьму. Победил здравый смысл. Мисс Венесуэла 2004 года. 29-летняя Моника Спир была убита вместе со своим мужем, гражданином Ирландии Томасом Берри. Их пятилетняя дочь получила пулевое ранение в ногу, ее жизнь вне опасности. По предварительным данным, супружеская пара стала жертвой бандитского нападения. Семья Моники Спир находилась в Венесуэле в отпуске. Бывшая мисс Венесуэла в последние годы проживала в США, где работала на испаноязычном телеканале Телемунда. В Лас-Вегасе началась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show 2014. Она является одной из крупнейших. В своем роде ежегодно собирает до 150 тысяч посетителей. Гигант электроники Samsung в этом году решил продемонстрировать 10 телевизоров, 4 из которых оснащены изогнутыми экранами, включая самый большой в мире с диагональю 105 дюймов. Еще одна горячая новинка – устройство, которое позволит подключить к смартфону часы, наушники, подзарядки и другие аксессуары. А концепт-кар C-Max Solar Energy от компании Ford предлагает значительно сократить зависимость от электрозаправок. Автопроизводитель оснастил эту машину солнечными батареями на крыше. Борцы с умой исполнили традиционный новогодний ритуал перед храмом Меидзи в Токио. Церемонию проводят борцы, имеющие самый высокий рейтинг. Традиционная японская борьба с умой имеет религиозные корни, которые не слабеют, даже если высший титул борца, якодзума, получают не японцы, а люди других национальностей. Во время церемонии сумоисты молятся за удачу в предстоящих спортивных поединках. А для того, чтобы увидеть красочную церемонию, собираются тысячи поклонников этого вида спорта. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в четверг, 9 января, в Одессе в течение дня будет пасмурно возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Температура воздуха ночью 3-5, днем 4-7 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини Каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини Каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55.